Друзья, всем привет! Сергей Гудел, вещаю из Канады. Это такая международная межгалактическая трансляция. Значит, скажите мне, у меня сегодня некоторая проблема с тем, что я не сумел подсоединиться к Wi-Fi, и поэтому я вещаю как бы со своего телефона. Не знаю, насколько он потянет, я пока не вижу ваших комментариев. Будем надеяться, что вы меня видите и слышите. Пока вы ко мне подсоединяетесь, я ставлю камеру и скажу, а, вижу сердечко, значит, видимо, меня, наверное, и слышно, и видно. Заодно буду камеру поворачивать, чтобы вы видели сам дом. Скажу несколько слов. Отдельно стоящий дом, стоимость 850 тысяч долларов. Площадь первого этажа 1200 square feet, чуть больше, наверное, это примерно, по-русски говоря, 120 квадратных футов. Нижний этаж здесь, это bungalow, это bungalow, то есть, raised bungalow, то есть, оно немножко повыше, чем обычная bungalow. То есть, есть первый этаж, есть basement, нижний этаж. Значит, как я сказал, первый этаж, я постараюсь далеко не отходить, чтобы звук было слышно. 1200 square feet, это где-то примерно 120 квадратных метров, нижний этаж 900 square feet, то есть, где-то порядка 90 квадратных метров. То есть, в принципе, для bungalow я бы сказал бы, что это, ну, в общем, достаточно большой дом. Когда я буду показывать, вы все увидите сами. Значит, на первом этаже три спальни, полные, все это вы увидите, я все покажу. И одна дополнительная спальня в бейсменте, в нижнем этаже. Есть три полные ванны, то есть, есть ванна полностью законченная в мастер-бэдром, это главная спальня. Есть спальня, есть ванна гостевая на ходе и есть внизу. Если вы уже более-менее сорвались, дядька, я посмотрю, народ собрался. О, я вижу Александр Мальцев. Саша, привет! Рад видеть, рад слышать. Хорошо, давайте вот что сделаем. Я беру свои тапки, иду на улицу, открываю дверь и начинаю вам показывать дом. Хорошо? Так, единственное, только мне надо тогда, видимо, камеру как-то перевернуть. Как это делается, я не соображаю. Немножко потерпеть, я сейчас разберусь. Как это делается, не знаю. Ага, вот так вот. Хорошо, переключились. Теперь я беру свои тапки и иду на улицу. Я думаю, что вы меня хорошо слышите. Напишите, насколько вы меня хорошо слышите. Оксана, привет! Привет из Киева, замечательно. Привет из Канады. Так, выхожу на улицу. Здесь немножко шумновато, дорога, но тем не менее. Начинаем прямо, что называется, с дороги. Вот она, наша славная Канада. Вот мистер Гудин, вот мой сайн. Сайн очень старый, когда мне было еще, когда я только начинал, это лет 19 тому назад. Вот если кому интересно, из риэлторов, я обычно кладу вот такую штучку, куда вы можете остановиться на машине и посмотреть все, что вас интересует, описание дома. Вот сам дом. Вот он перед вами. Потихонечку двигаемся в сторону дома. Тут стоит моя замечательная машина. Она к хозяину отношения не имеет, но не важно. Вот мы потихонечку идем. Здесь, видите, такое достаточно большое дерево. Как у нас идет трансляция, изображение не пропадает, все нормально? Так, Оксана Параская, слышно, отлично, замечательно. Двигаемся дальше. Значит, идем к дому. У нас, как вы знаете, сейчас начинается Хэллоуин. Поэтому, видите, вот у нас такие вот замечательные тыквы, наверное, нам интересно будет посмотреть. Это мой локбокс. Я видел там Сашу Мальцеву. Саша, это вот так вот мы открываем дома. Открываешь локбокс, набираешь код и открываешь. Там лежит ключик внутри. И, соответственно, попадаешь в дом. У нас не принято человеку присутствовать. Так, теперь я в дом не могу попасть. А, окей, попал. Так, хорошо. Теперь тихо мы оказались в доме. Значит, начиная с ходу. Здесь стоит маленькая тумбочка, где вы можете разуться для обуви. Очень компактно. Видите, очень удобно. Все замечательно. Здесь же стоит моя табличка. У нас, когда показывают дома, принято, чтобы человек разувался. Вот, пожалуйста, please remove your shoes. Так, лестница. Лестница, вот она деревянная. Сейчас это модно. С металлическими балясинами. И дальше у нас, как видите, вот такой блестящий, красивый Harwood floor. То есть, деревянный паркет. Паркет у нас в Канаде называется обычно щиты. А вот штучный паркет, планочка, называется Harwood floor. Хорошо, двигаемся. Значит, давайте я вам начну рассказывать, что есть в доме. Первое, что перед вами сейчас, перед вашими глазами, это дайнинг. То есть, здесь вы принимаете своих гостей. То есть, за этот стол вы можете, в принципе, наверное, по-хорошему посадить. Я не знаю, ну, 5-6 человек, наверное, запросто, да? Следующее помещение, то, что вы видите, это называется living room. Здесь, соответственно, есть телевизор, есть диванчик, посидеть. И, кстати говоря, в Канаде довольно... Те, кто живет в Канаде, знают, что здесь принята иногда такая вещь, как sitting place называется. Видите? То есть, вот такое место у окна, где вы можете, в принципе, лечь на полном серьезе. Взрослый человек может уместиться, поэтому там и подушки лежат. И запросто можете полежать и почитать там книжечку. Вот у нас вот тут такой кабин. Он, кстати говоря, не просто декоративный, он дает тепло. Так, теперь я встаю в другой конец дома, чтобы вы могли видеть, как он устроен. И вот теперь мы начинаем двигаться плавно. Перед вами находится тот самый данный рум, о котором мы говорили. Это обеденная зона. Плавно я приближаюсь к кухне. И сейчас я вам начну показывать кухню. Я пока не спросил своих клиентов, но мне такое ощущение, что они, видимо, купили дом от человека, который, возможно, был профессиональным поваром. Потому что у него стоит очень широкая плита. Видите? То есть, обычно плита, вот я вот свою руку кладу, она где-то заканчивается примерно где-то вот здесь. Здесь она явно такая более профессиональная. В доме такого уровня, естественно, гранитный каунтертоп. Вот я касаюсь рукой, вы его и сами видите наверняка. Здесь маленькая полочка для вина. Тут же на этой полке стоят мои брошюры. Вот вы можете посмотреть. Адрес дома 407 Бронти Роуд, около Антерио, Канада. Давайте я вам покажу кухню. Значит, над плитой находится микроволновая печь. Вот она здесь. И, как вы, вероятно, знаете, всегда обычно под ней находится вытяжка. То есть, вы включаете, вентилятор высасывает воздух. Здесь, опять же, довольно большого. Для Канады это очень большого размера мойка. Она, по-моему, типа кафеля такого. И на ней достаточно красивый стоит кран. Я даже сейчас вам открою, чтобы вы видели, что все у нас замечательно работает. Многие хозяйки, когда я им показываю дома, они любят, когда на кухне есть окно. Потому что, ну, стоишь, моешь посуду. И, как говорится, вместо того, чтобы смотреть куда-то в стену, то всегда приятнее смотреть на двор. Бек-Ярд в этом доме очень большого размера. Ну, по канадским меркам я, конечно, понимаю, что это не 6 и не 10 соток. Но это очень такого большого размера для Канады задний двор. Потому что здесь у нас картошку никто не сажает. То есть, это довольно симпатично. Давайте я вам покажу кухню. Так, значит, сейчас одну секунду. Я попробую выставить камеру обратно, чтобы вы могли посмотреть на месле. Вот он я здесь. Значит, что мне нравится в этой кухне. Сейчас, в последнее время, тенденция у нас все кухонные шкафы идут строго до потолка. Это дает очень большое пространство. Немножко не всегда удобно для хозяйки. Ей надо тянуться, но тем не менее, это дает большое количество места. Вот я открываю, вы видите, да? Так. О! Russian Standard. Ну, видно, что люди правильно живут, да? В этом доме. Вот, русский стандарт. Я вам только что сказал о том, что у меня такое ощущение, что в этом доме оборудование стоит достаточно такое профессиональное. Fisher. Это довольно дорогой бренд. И сам холодильник, как вы видите, достаточно широкий. Вот одна дверь, вот вторая дверь. Хозяйка не разрешила открывать, так что мы не стесняемся, сможем. И здесь внизу еще, наверное, вы, к сожалению, не видите, есть еще здоровенный такой большой отсек для морозилки. Вы, наверное, знаете, что такое холодильник. Я думаю, нечего тут особенно рассказывать. Так, двигаемся дальше. Теперь я переключаю камеру, чтобы показать выход на задний двор. Пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши вопросы, потому что я рассказываю и не очень вижу. Отсюда, вот помните, я вам рассказывал дайнинг. Здесь есть выход на задний двор. Вот я выхожу и открываю дверь. Так, почему-то она у меня закрыта, но мы ее сейчас откроем. Так, это называется как салариум. Ну, что-то типа беседки такой крытой. Она, кстати говоря, застекленная. Здесь, видимо, и готовились. Они приготовили даже очень какие-то симпатичные, красивые фрукты и овощи. Вот так вот у меня люди готовятся. Молодцы, я их за это очень приветствую. И давайте прогуляемся. Так, одну секундочку, я только возьму свои топташки, и мы с вами пойдем, походим по заднему двору. Пока я обуваюсь, напишите, насколько хорошо меня слышно и видно. Видно то, что я показываю. Цена интересная, в первую очередь, 850 тысяч канадских долларов. Сергей, добрый день. На какой улице находится дом? Бронти Роуд, 407, Оквел Антерио. Так, я обуваюсь, и мы с вами идем смотреть на улицу. Так, видно и слышно отлично. Замечательно. Шагаем. У меня, мои ребята, только что закончили патио. Вот это в Канаде называется, вот это бетонное покрытие называется патио. Только-только они его закончили. Здесь, видите, есть такое место, где можно развести огонь, посидеть, попить кофе, чай, вино, кому что больше нравится. Здесь у нас фруктовое дерево, по-моему, это яблонь, если не ошибаюсь. А вот здесь, а вот здесь у нас находится барбекюшница. Это вот, если вы хотите пожарить какого-нибудь симпатичного места, вот такую штучку вы открываете. И там типа шашлычка какого-нибудь, да? Так, значит, чтобы вам показать размер быкьярда, я просто по нему пройду. Так, я не знаю, что это такое. Это какие-то орехи, да, вот, смотрите. Интересно. Вот здесь вот цветочки. Как вы знаете, в Канаде у нас не очень принято высаживать помидоры, огурцы. Это чисто такое, в общем-то, место для выхода. Вот я отошел в самый дальний угол быкьярда, чтобы вы посмотрели размер этого участка. Видите, там даже целое здоровенное дерево стоит, аж. Привет из Мексики. О, Инга, привет, даже из Мексики, здорово. Вот, и я потихонечку пойду по этому двору, чтобы вы могли медленно, аккуратно все это дело рассмотреть. Вот видите, у нас принято так вот камушками оформлять вокруг дерева, чтобы оно посимпатически смотрелось. Трава, естественно, кошенная, траву выкосить должны. У нас такой порядок, вы не можете ее оставить брошенной. Вот так выглядит дом с задней стороны. Вот эти вот полоски, это то, что называется сайдинг у нас. И мы с вами потихонечку идем обратно в дом. Дальше я вам начну показывать спальню. В Манитобе такой дом стоил бы вдвое дешевле. Абсолютно согласен. Стамбул, привет. Манитобе дешевле. У нас Канада, я имею в виду, Антерия очень дорогая, это правда. Это правда. Много желающих здесь жить. Вот я возвращаюсь обратно, показываю фрукты, овощи, и мы попадаем обратно в дом. Теперь давайте вот что сделаем. Я разулся, закрываю дверь, и мы с вами наконец шагаем теперь. Уже по спальным. Вот он коридор. Вот вы видите меня. Вот он я здесь, мистер Гудин. Пожалуйста, на месте. Первое направо у нас это ванная комната. Обычно это комната, если, допустим, приходят к вам гости, вам нужно, им нужно помыть руки, сходить в туалет. Если кто-то останавливается у вас в доме, вы можете дать им возможность принять ванну. Тут как бы все ясно и понятно. Следующая комната по коридору налево, это детская спальня. Вот я сейчас сюда захожу. Ну, спальня, как правило, всегда легко определить, потому что вот эти зеркала, которые вы видите, на самом деле это шкаф одежды. Я разворачиваюсь и показываю вам спальню. Это детская кроватка. Это ее мебель. Здесь вот ее стол, за которым она учится. А здесь вот, я так понимаю, для девочки просто маленький дополнительный стол, позаниматься какими-то ее личными делами. Двигаемся дальше по коридору. Это опять я, вот он я здесь. Налево у нас следующая спальня. Поскольку, поскольку людям не нужна третья спальня, они используют ее как спортивный зал. То есть это в данном случае, насколько я понимаю, что-то вроде юга. Комната для йоги, вот что-то в этом духе. Так, и это, тем не менее, тоже спальня, потому что, как и в прошлый раз, вы видите, здесь есть шкафчик для одежды. Наконец, мы двигаемся дальше к главную спальню. Это, я не знаю, пропадает у меня сигнал или нет, но, по-моему, у меня трансляция идет нормально. Напишите мне. Так, двигаемся в спальню. Вот она здесь, и я начинаю поворачиваться с другой стороны. Со спальней понятно. Опять же, здесь же вот находится шкаф. Он на сей раз уже побольше. Причем шкаф, в нем есть, видите, автоматический датчик. То есть он включает свет, и здесь висит одежда людей. Как вы вероятно, знаете, в Канаде в главной спальне всегда есть встроенная ванна. То есть не надо никуда выходить в коридор, надо просто из спальни встать с кровати и пойти в туалет. Вот она здесь. Это ванна, вот унитаз, вот моечка. Что мне нравится, эти люди очень компактно обыгрывают пространство. То есть мойка довольно узкая для того, чтобы не занимать много пространства. И здесь, как вы видите, душевая кабина. Все ясно и понятно. Теперь двигаемся в нижний этаж. Вот у нас такие замечательные цветы есть. Так, все понятно. Двигаемся вниз, в нижний этаж. Вот наша входная дверь. Вот наша лестница. Не знаю, пропадет ли у меня сигнал. Да, все отлично, видно и слышно. Отлично, привет Львову. Привет Львов. Мира привет, помню. Надеюсь, у меня не пропадет сигнал в бейсменте. Двигаемся. Первая комната направо. У нас наверху, помните, я стоял возле окна, где можно было полежать, посидеть. Это был living room, то есть гостиная. Роман, напишу потом, какая площадь, я уже говорил. Это family room. То есть мы находимся этажом ниже, family room. Здесь, видите, есть что-то типа библиотеки, стол. Я так понимаю, что это скорее, наверное, как домашний офис, потому что я вижу, стоит принтер. Довольно большая комната. Довольно большая комната. Сейчас я вам разверну и покажу. Помните, я несколько раз хвалил своих людей, ну, я вообще действительно хвалю своих клиентов. Есть вот такая ниша, она вроде как бы ни туда, ни сюда, да? Да вот они очень, так сказать, толково туда пристроили пианино. Сиди, барабань, в общем, как бы никто мешать не будет и никто тебя, наверное, скорее всего не услышит. Пианино настоящий, вот показываю, видите? Хорошо. Теперь я поставлю камеру и покажу вам эту комнату, чтобы вы увидели ее примерное пространство. Пианино камеру. Так, вот он я здесь. Если вы меня видите, сейчас я ее сделаю пониже немножко, вот так вот, да. Окей, значит, здесь. Буду говорить громко, потому что я далеко от камеры, наверное, меня не слышно. Это family room, довольно большого размера. Если я вам скажу на глазок, черт его знает, ну, наверное, метров 30 здесь квадратных. То есть это довольно большое помещение. Видите, здесь диван, наверное, человек, ну, 6-8, не знаю, человек 6 сядет. Телевизор в этом доме, 3 телевизора, здесь журнальный столик. И что мне очень нравится здесь, это камин. Я вообще очень любитель большой каминах зимой, когда он вот хрустит. Трещит. Ну, это очень приятное ощущение. Сейчас я вам переключу камеру. И вы посмотрите на него, как он выглядит. Вот он, камин. Кстати, у меня сейчас вот стеночка вся отделана камнем натуральным. А это вот сам камин, причем камин настоящий. То есть это не газовый камин, а это натуральные дровишки. Вон, видите, дрова. Настоящие дрова. Кладешь, зимой разводишь, вытягиваешь ногу, наливаешь красного вина и... И балдеешь. Вот даже, видите, причиндала специально, чтобы поворачивать идти. Так, отсюда мы двигаемся дальше. Если я открою вот эту дверь, если я открою вот эту дверь, то мы с вами попадаем в технические помещения дома. И в частности, это ландри. Ландри, то есть там, где женщина, ну или мужчина, как правило, стирает свое белье. Вот видите, стиральная машина, вот сушильная машина. Опять же, в этом доме, что мне нравится, что здесь есть окно. Надо постирать, надо что-то погладить, надо что-то поделать. При этом у тебя есть натуральный свет. Вот это оборудование дальше. Это фернес. Это отопительный агрегат. Очень чисто. Смотрите, в каком порядке находятся полы. Отсюда мы проходим дальше. Сейчас я вам покажу интересную вещь. Это отопительный котел. Сейчас у нас современное оборудование ставят. Сейчас я его обойду. Включаешь, и вода идет сразу горячая. Что-то типа АГВ, но работает оно фактически мгновенно. Вот тут люди держат соленья всевозможные. А вот тут лежат коробочки, которые они хранят у себя в доме. Так, теперь я вернусь обратно, и мы с вами пройдем. Надеюсь, я до сих пор не потерял свой сигнал. Так, почитаю быстренько. Привет из Харькова. Харьков, привет. Приветствую из Днепропетровска. Замечательно, привет. Так, двигаемся дальше. Я выхожу, и сейчас я вам скажу, посмотрим мы вторую. Значит, мы с вами возвращаемся обратно вот в этот family room, где у нас был с вами камин. Теперь отсюда мы двигаемся дальше. Вот я выхожу. Помните, это вот лестница, через которую я сюда зашел. Понятно, да? Теперь мы отсюда, из family room, идем напротив. Напротив. Здесь у нас открывается еще одна комната. Помните, я говорил о том, что в доме четыре спальни. Три наверху и одна внизу. Вот это та самая дополнительная спальня. Здесь тоже телевизор. Здесь вот есть увлажнитель воздуха. Эта спальня в Канаде очень принята. Если у вас есть, вы живете, допустим, с родителями, или вы живете, допустим, со взрослыми детьми, которые не хотят уже там крутиться вокруг мамы и папы, они хотят уже как бы жить своей персональной личной жизнью. Вот это помещение для них. Видите, для молодых уже даже, видите, холодильник и даже вино приготовлено. То есть, все есть для того, чтобы помыть посуду и так далее. А чем хороша эта комната? Тем, что если я открою вот эту дверь, вы увидите ничто иное, как ванную комнату. То есть, еще одна ванная комната. Помните, я говорил, что в этом доме три полные ванны. Вот опять же, моечка, все настоящее, все работает. Пожалуйста, показываю. Это душевая кабина. Надеюсь, у меня сигнал не пропал, потому что я нахожусь практически уже наполовину под землей. И вот наш с вами унитаз. Замечательно. Выхожу я отсюда, вот эта комната. Если я открою следующую дверь, вот эту металлическую, то это будет, угадайте, что? Как вы думаете, что это такое? Это гараж. Это вот гараж. Здесь вот люди у меня сложили свои коробочки. Вот это гаражная дверь, как вы видите. Смотрите, в каком порядке люди содержат свой дом. Так, если жена увидит моё это видео, она мне, в общем, даст по голове, потому что у меня такого порядка, к сожалению, нет. Вот это вот гарбич бинз. Здесь вот люди складывают мусор, который потом машину увозят. Только-только, вот буквально на днях они закончили делать полы. Видите, он такой, как гранитная крошечка. Очень симпатично всё. Вот такие дела. Значит, я вам практически показал весь дом. Если у вас есть вопросы, пишите, я попробую ответить. А я пока выбираюсь наружу. Так, Роман, HRV есть. Что такое HRV? Так. Вот он я здесь. Да, повезло вам с клиентом Чистюлина. Вы знаете, на самом деле, да, они действительно большие молодцы. Но в этом есть как бы определенная заслуга. И я тоже должен себе сделать комплимент определенный. Мы, конечно, своих клиентов готовим. То есть мы им объясняем, что, ребята, если вы хотите успешно продать свою недвижимость, нужно поработать. Это не шуточное дело. Этим надо серьезно заниматься. Так, я одеваю очки и попробую прочитать то, что вы там пишете. Форма оплаты. Форма оплаты у нас не бывает наличной оплаты. У нас все деньги ходят только через расчетный счет. Вам большой респект за профессионализм. Спасибо большое. Стараюсь. Не могу сказать, что я великий мастер, но хочется стараться делать свою работу хорошо. Я буду ходить, читать ваши вопросы, и заодно вы сможете видеть дом на заднем фоне. Так, сколько у нас времени? У нас время полчаса. Давайте я еще побуду с вами полчасика. Пишите свои вопросы, охотно отвечу. А дальше на этом закончим. Потому что я уже сегодня отсидел здесь три часа, и вот с вами еще час. То есть я так прилично поработал. Так, пока вы пишете, значит, если кому-то интересно, еще раз напомню для тех, кто немножко опоздал на презентацию. Стоимость дома 850 тысяч канадских долларов. У нас люди иногда часто спрашивают, канадский, американский. У нас не существует американских долларов, только канадский. Про партитаксу этой недвижимости, сейчас я вам точно скажу, 3624 доллара по итогам 2017 года. Этого года, то есть в этом году, уже совершенно точная цифра. Давайте я буду повторять для тех, кто только подключается. В этом доме три полные спальни на первом этаже. Есть дополнительная спальня внизу, под землей, как бы, в нижнем этаже. И здесь три полные ванны. Есть ли в Монреале риэлторы, которых порекомендуете? Да, есть, напишите, да, там есть хороший риэлтор, с которым мы давно сотрудничаем. А кто живет сейчас? Люди живут. Такие же, как мы с вами. Люди, хорошие люди живут. Я не имею права и не могу, и не планирую этого делать, раскрывать никакой персональной информации в отношении моих людей. Нам это запрещено. И, да, я не вижу в этом никакого смысла. Да, пока вы, значит, пишете мне... Да, вы правы. Это вопрос этики. Пока вы пишете, я забыл вам сказать о том, что когда вы заходите в дом, вот подальше, чтобы вам было видно. Сейчас я сделаю вот так вот. Да, значит, когда вы заходите в дом, это раздевалочка для того, чтобы можно было на входе сразу раздеться. Плюс, как вы помните, внизу, там я вам показывал, там еще внизу вторая полочка для того, чтобы там разуться. Григорий, напишите мне, да, лично я вам дам контакты человека, если вас интересует. Там действительно достойный очень человек, на самом деле. Как-то мне писали вопрос о том, во сколько примерно обходит содержание такого дома, имеется в виду коммунальные платежи. Я бы сказал вот так. Вы смотрите, помимо Property Tax, который я вам назвал, вы смотрите примерно, наверное, что-нибудь на 300 долларов в месяц. Примерно. Почему примерно? Потому что все пользуются по-разному. Кто-то включает лампочки, не выключает ни одной круглосуточно, кто-то экономит на всем. Но я думаю, что где-то на 300 долларов вы примерно выходите. Separate entrance, no separate entrance. То есть, есть вход через гараж, но there is no separate entrance. Я, кстати, рад, что у нас подключаются люди англоговорящие. Пожалуйста, вы можете писать вопросы на английском, не проблема, я охотно отвечу. Да, если я потом отключусь и у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите под этим комментарием в Facebook. Я потом постараюсь обязательно каждому из вас ответить. Так, кто готовит дом к продаже, вы или хоумстейджер, кто оплачивает? Хороший вопрос. В данном случае этого не пришлось сделать, потому что люди, которые живут, в нем очень много сделали работ сами. То есть, вот я даже сейчас вот буду рассказывать и показывать. Вот эта плитка, видите, это все, в общем-то, как бы стоит денег определенных, и это достаточно хорошо и красиво, качественно сделано все. Здесь дорогие планицы, как вы видите. Здесь мы не делали никакого хоумстейджа, потому что он, в принципе, не понадобился. Дом находится в очень хорошем состоянии. Вот я могу взять и показать вам все, что угодно. Полы, вот вы посмотрите. Видите? То есть, все находится в очень хорошем состоянии. Слушаю вас, господа. Где ваши вопросы? А насчет хоумстейджер, кто его оплачивает? Как правильно оплачивает его продавец, если в этом есть необходимость? Так, ребят, давайте тогда еще, наверное, 5-10 минут. Если вопросов нет, то я отключаюсь, потому что я сегодня уже, как следует, хорошенько поработал. Так, пока вы у меня на связи для людей из Канады. Если вас интересует этот дом, пожалуйста, вы можете позвонить мне по телефону 416-999-5777. Я всегда поднимаю трубочку. Либо, если я не могу поднять трубочку, я гарантирую, что в течение полчаса я вам отзвоню. Либо вы можете записать мой e-mail адрес. Гудин, как моя фамилия, G-O-O-D, like David, I-N, Holmes, H-O-M-E-S. То есть, как бы по-русски говоря, дома Гудина, да? Goodin, Holmes, at gmail.com. Мой телефон, еще раз, 416-999-5777. Пожалуйста, вы можете связаться. Я могу вам выслать всем желающим брошюру по этому дому. Вот это моя брошюра, которую я заказываю на всю недвижимость, которую я продаю. Вот мои контакты здесь. И плюс я могу вам отправить, а на каждую недвижимость, которую я продаю, я заказываю виртуальный тур. То есть, вы можете мышкой буквально кликнуть фактически в любой угол дома и посмотреть его с самого любого ракурса. Так. Это не вопрос, а комплимент. Дом красивый, теплые, уютные цвета. За видео, как всегда, большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Ребят, давайте я тогда буду отключаться. А вы, пожалуйста, если какие-то вопросы есть, напишите внизу. Все, что вас интересует, я обещаю, что я постараюсь каждому из вас ответить. Хорошо? Да. Я что-то все рассказывал, рассказывал, не рассказал вам самого главного. Значит, если мы находимся с вами в славном городе Оквелл, мы находимся с вами в городе Оквелл. Замечательный город, в котором я живу сам, лично я, поэтому я его очень люблю. Для меня это фактически город-герой. Значит, где мы с вами находимся? Если я сейчас... Сейчас, секундочку. Я возьму камеру и переставлю ее вот сюда. Вот я... Так, сейчас, дайте-ка я посмотрю. Если мне это получится, не получится. Но не важно. Хорошо. Значит, я ставлю сюда камеру и стою к окну. Значит, вот если я стою у окна, это вот здесь вот вход в дом. Если я выхожу и налево иду где-то примерно 10 минут, наверное, пешком, я буду... Мои ноги будут касаться воды у озера Антерио. Вот настолько это близко. Если я сяду на машину и проеду на север, это было юг у нас. Если я поеду на север, буквально через 1-2 минуты я буду уже находиться у хайвея QEW. То есть, это такой достаточно крупный мейджор хайвей. Садитесь. 25-35 минут в зависимости от трафика, и вы находитесь в центре Торонто. Вот просто, чтобы вы представляли, где вы находитесь. Мне кажется, что я в принципе, наверное... Давайте-ка я посмотрю, что там пишет народ. Так, все то же самое. Мне кажется, что я в принципе вам показал весь дом. Рассказал вам всю информацию. Как я сказал, что пожалуйста, еще раз повторю. Телефон 416-999-5777. Email goodenhomes.gmail.com Я напишу его потом под комментариями. Пишите все свои вопросы внизу под комментариями. Охотно каждому из вас отвечу и напишу. Спасибо вам большое. Отработал, отключаюсь. Всего самого замечательного. До следующего раза. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok